Забота о народе – дело технологичное. К примеру, в Калуге накануне встречи городского головы с местными жителями на площади перед залом областной филармонии отбивали лед, чтобы ни один калужанин не упал, а заодно не грохнулась сама голова. Но в назначенный час волнующей встречи, когда в фойе разложили свои изделия народные умельцы, выяснилось, что пустят к начальственным телам далеко не всех, а всего лишь приглашенных. А пригласили много – чиновников, представителей околовластных партийных структур, директоров предприятий, кормящихся с мягкой руки губернатора. В общем, все сливки, обмазывающие местную мини-вертикаль. И вот свершилось. Взгромоздившийся на трибуну городской голова Николай Полежаев поведал городу и миру быль о прелестях прорывов, которые удалось достичь вопреки и, конечно же, благодаря. Живописуя райские прелести артамоновской эпохи, голова договорилась до того, что Калугу, объятую ледяным панцирем, вот-вот превратят в комфортный европейский город. Уже в 20-м году стараниями сотрудниками городской управы при поддержке горожан, депутатов городской дома, представителей бизнеса появились в нашем городе в числе на торговом центре Калугу. Памятник Петро и Февроний возле Никитского храма. В одном из фонтанов парка поселила золотая рыбка, а неподалеку распахнулась в пыли бабочках. Не буду выдавать всех секретов, но и в этом году мы постараемся удивить калужам. Только если откроют аль в районе фонтан тормадо, мы установим фигурку кота ученого, а неподалеку от рыбки в городском парке и появится первый парк. Вскоре на трибуну вышел и главный калужский европеец. Есть производства, которые жалко, что они утрачены, и их надо возродить. Например, наш ликероводочный завод. А почему нет? Жаль, что не удалось послушать начальника транспортного цеха. Однако перспектива возрождения винокурни впечатлила. Впрочем, далеко не всех. Главная проблема, которая обладает всех калужан, это катастрофическая, рекордная катастрофическая ситуация в городе Калумы с уборками улиц, а есть не уборки улиц. Об этом не было сказано, не смог. Почему-то самую горячую тему, которая обладает всех калужан, она пошла. Можно сказать, что он был очень ростой голова, который, прежде чем идти на эфир, зашел бы в травм пункт в Калужскую, в БСМП. И он бы увидел, что сейчас там каждый день нашла лик. Нашла лик, просто бьют рекорды. Люди тогда поступают, приезжают сами, кого-то припустят. Такого не было никогда. Такого количества льда, особенно во дворах, не было никогда. Такая тема почему-то у него вообще не прозвучала. Почему это называлось отчетом городского головы о проделанной за год работе, мне было не очень понятно. Не очень понятно было и то, о чем говорил губернатор. Он говорил о том, как все будет замечательно скоро. А тема была отчет о проделанной работе. То есть не совсем понятно, в чем здесь связь. То есть проделанная работа должна быть оценена, а то, что будет, мы оценим, когда оно будет. Ну, в общем, это было весело. Я живу вот здесь рядом по улице Барикад. Вот я сейчас шла по такому страшному льду. И я хотела им предложить городскому голове, не мог ли он на джипе меня подвезти до моего дома, чтобы я спокойно вошла в этот дом, понимаете? Ну, я даже записку написала по этому поводу, что улица Барикад в ужасном состоянии. Но он мне даже не озвучил. Элементарные, простые вопросы. Где-то подъезд, где-то там, значит, деревья поломали, где-то дороги. Ну, дороги у нас везде, понятно, какие они. Вот наша Можайская, он сказал, что Можайскую улицу сделали. Что там сделали, я не знаю. Ну, хотя бы посыпали песочком. Ни разу еще этого не сделали. Над дворами вообще не работают. Такое ощущение, что вообще палец о палец даже не ударяют. Грязь, лед убивается, люди разбиваются. Вот оценка. Что-то на виду все. Дворы ужасно. Ужасные дворы. Не то, что не убирают там вообще беспредел, не только снег, но и мусор. А так город хороший. Я как калужанин оцениваю деятельность городского головы за минувший год неудовлетворительно. Если бы я мог поставить оценку ему, я бы поставил ему двойку. Потому что я, в принципе, не видел желания его решать вопросы, которые беспокоят всех калужан. Эти вопросы на поверхности лежат. Проблема дорог и дураков устраняется тоже вполне технологично. Достаточно включить голову и перестать участвовать в выборах, обреченных на фальсификации. И не признавать самоназначенную власть. А потом, собственно, ее и сменить. Тогда и руки, и ноги будут целы, и мозги не пострадают. И так по всей стране. Александр Васильев, Дмитрий Мартышенко, Калуга. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Москва. Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Москва.